Всего несколько дней назад на пасеке Сергея Василькина в Качкурове Дубенского района невозможно было пройти без специальной одежды. Пчелы начинали роиться. Но два дня назад мужчина пришел сюда и увидел, что все его питомцы вдруг погибли. В траве перед дульями бездвижимые, движимые подняться не могут, летать не могут. И вот перед летками куча, куча, горы, горы пчел. В чем причину он не знает, но предполагает. За пару дней до происшествия ближайшие рапсовые поля обрабатывали пестицидами. Возможно, в этом году химикаты настолько сильные, что пчелы ими просто-напросто отравились. Уж слишком похожи симптомы, объясняет пасечник. Это первый класс вредности для пчел, скорее всего, и для насекомых. Сейчас вот по всему Качкурову и ближайшим селам пчел нет. Вот урожай, поля, ягода, леса, они опаляться не будут. То есть это не только для пчеловодов вред, но и для растений тоже. Это, ну как сказать, коллапс, не коллапс, но масштабная экологическая катастрофа. Погибших пчел уже взяли на экспертизу. Только после того, как специалисты дадут точный ответ, от чего они погибли, можно будет предъявлять претензии виновному. А претензии эти прежде всего финансовые. У Сергея Василькина материальный ущерб составил порядка 500 тысяч рублей. У других пасечников еще больше. Мед, который сейчас закачан у них в ульях, будем так говорить, в сотах, он тоже отравлен. То есть, может быть, на зиму уйти, эти пчелы все равно не выживут. И как раз поэтапно Россельхознадзор хочет здесь определить научным путем. Естественно, законным путем на сегодняшний момент и ущерб, и кто в этом виноват. Это должно быть и документально, это должно быть доказательной базой, естественно. Пасечник Федор Волченков показывает в поле проплешины, которые, по его мнению, доказывают вину сельскохозяйственников. Трава высохла, говорит, в тех местах, где из трактора расплескалась ядовитая жидкость. Когда здесь высаживали рожь и ячмень, вспоминает, таких проблем не было. Нужно какие-то принимать меры, и эта древнейшая профессия будет вымираться. Если, допустим, сейчас у меня погибнет, завтра у другого погибнет, другие молодежь, этим делом никто не будет заниматься. А пчеловодство – это древнейшая профессия. Пчелы в ныщек много дают чего. И мед дают, лекарства дают, из него делают. Пчелиный яд собирает, прополис собирает, воск для церквей тоже делают, свечи. Это все взаимосвязано с человечеством. Что природа и человек, это мы сами с ними неделимы. Этот вопрос я не оставлю так. Всего в Дубенском районе буквально за один день погибли больше 200 пчелиных семей. Проблема эта не только экологическая и финансовая, но и социальная. Большинство крупных пасечников были таким образом трудоустроены. Никакого другого заработка у них нет. И лишившись ульев, они лишились всего. Как вообще дальше жить? Что там дальше будет? Я не знаю. Я задумаюсь, мне плохо становится. Вы собираетесь восстанавливать свою пасеку? Надо еще дождаться того, что останется от пасеки. Иной раз даже руки опускаются. Ребята раньше сталкивались. Люди, у которых 40 лет стажа пчеловодства с отравлением. Очень тяжело. В Мордовии пчелы погибли как минимум в пяти районах. И это может стать большой проблемой на ближайшие несколько лет. Во-первых, потеряна репутация. Во-вторых, стоимость меда в этом году, говорят пострадавшие пасечники, уже будет раза в два больше. И где гарантия, что это не повторится в следующем году? Стоит ли все восстанавливать? К тому же неизвестно. Всем ли удастся взыскать материальный ущерб? Специалисты говорят, что сделать это будет очень и очень сложно. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Смотрите, как они научились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok